Приветствую, друзья мои, с вами девочка Бамбуцу и такая вот небольшая заметочка, можно сказать, по поводу того, что, собственно, бамбук и работа с бамбуком это нечто особенное, потому что принято считать, что для инструментов есть какие-то расчеты и в некоторых инструментах эти расчеты стоят во главе угла, так скажем. То есть, если у нас есть условная трубка длиной, скажем, 7 сантиметров и диаметром 20 миллиметров и еще одна и еще одна такая же, то мы, соответственно, можем отступить от края этой трубочки, скажем, 15 сантиметров ровно, поставить точечку, просверлить дырочку диаметром, скажем, 1 сантиметр, добиться этим самым какой-то ноты звучания и, соответственно, повторить на последующий, 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 так как они, в общем, одинаковые. То с бамбуком история совершенно иная. Ну, опять-таки, если мы его воспринимаем как, скажем, как некую данность природную, да, то есть вот один бамбук, такой, другой, вот так я их даже покажу, они примерно одинаковые по длине, но и с виду так, плюс-минус одинаковые, да, так, если посмотреть общим взглядом, вот, похоже. Но на самом деле они очень разные, то есть и толщина стенки разная, и в разных, значит, вот местах она разная внутри. Во-первых, во-вторых, форма самого бамбука разная, его изгибы относительно, значит, вот эта изогнутость, да, то есть изогнутость общая, изогнутость относительно колен, изогнутость внешняя, изогнутость внутри, конусность внутреннего канала, насколько она, значит, заужается, сужается, то есть это огромное количество всяких параметров, значит, и все это создано природой. То есть, если мы отправляемся от этой отправной точки, от природности, но при этом хотим добиться, обладаем знаниями и пониманием, как устроена японская музыка, дзенская музыка, хонкёку, какие способы игры, звукоизвлечения, какие традиции, школы, вот если мы все это сюда включаем, то мы одновременно хотим сохранить природность этого бамбука, вот, как бы поддержать его настоящий голос, вот, то задача на самом деле невероятно сложная, хотя, ну, вначале кажется, что наоборот, да, ну, что здесь, как бы, вот это какая-то бамбуковая палка, и вроде как, вот, какие-то дырочки, и вроде бы здесь, как и ничего такого технологичного нет, ничего, никакой там математики, ничего такого, но по факту все как раз-таки наоборот, то есть, и вот в качестве примера просто, значит, покажу эти флейты, вот две флейты, да, допустим, с виду похожие, ну, вот если внимательно посмотреть на, ну, отверстия, да, то расположение их разное, да, допустим, здесь, вот это вот выше, относительно этого, это вообще здесь, как бы, и здесь вот так, и назад посмотрим, так здесь вообще вот такой разброс, но в целом, вроде как, они одинаковые, и если, скажем, это был бы человек вообще неопытный, то он бы, скорее всего, просто вот на этой же флейте, ну, так же сделал бы дырочки, как и на этой, и это уже было бы, ну, не туда, не так и не то, вот, потом другая флейта, да, у нее уже несколько другая, да, ситуация, вот, больше в эту сторону, но все равно отличающаяся, то есть, каждая флейта, она имеет свою такую индивидуальную настройку, которую нужно и просчитать, и разгадать одновременно, да, то есть, рассчитать, и в то же время, значит, обладать какими-то интуитивными моментами, опытом, чтобы понимать, ну, интуитивно просчитать, так скажем, ее, как она будет устроена, и смотрите, в чем чудесность, да, то есть, вот, допустим, я беру эту флейту и играю какое-то созвучие, то есть, из хон-кёку, да, ну, например, сейчас из сани это и долины, беру другую флейту, которая настроена, казалось бы, совершенно по-другому, и расположение вот это отверстие разное, при этом, вроде как, они одной длины, и опять-таки на этой флейте, вот, сыграл те же самые ходы, и на этой, и на той это звучит, хотя, если мы будем исходить из, просто вот, из головы, из расчетов, из каких-то научных, значит, данных, вот, о, вот этой вот трубочке, то здесь не должно такое быть, потому что вот два отверстия, это не может такого быть, что одно сюда, другое сюда, на сантиметр, вот, причем это вот, чем больше инструмент, то есть, например, вот такие вот огромные, там, допустим, больше метра, или это она тут у нас не уместится, сто, пятнадцать, там она сколько-то, сантиметр, сто, не помню, вот, здесь еще больше, то есть, чем больше диаметр, чем больше размер флейты, тем больше уход в сторону вот этого, отход, в общем говоря, от этой вот трубки, да, то есть, трубка, это некий такой идеал, вот трубочка, вот, все понятно, все рассчитано, и чем дальше вот этот бамбук, чем он больше, чем он, значит, более, какую-то изогнутую структуру имеет, тем все дальше и дальше мы отходим от этого идеального, но, с другой стороны, есть возможность открыть вот это уникальное природное, то есть, нет двух одинаковых флейт. И по этой причине вот мастеров, делающих кучику, джинаши и жесней, вот таких полноценных, их прям вот, ну, по сути, как по пальцам пересчитать, вот, ну, в мире в целом, немного вот таких мастеров полноценных, потому что, ну, задача действительно сложная, она только в самом начале кажется такой, ну, как бы простой, что когда человек не обладает всем диапазоном того, что должно быть в этом, ну, просто вот берешь предел, что-то звучит, что-то как-то раз-раз, и вроде как хорошо все. Но это только вот такой первый шаг. Потом начинается очень много трудностей, очень много сложностей, и от подбора материалов, и есть такая внутренняя, бывает, интрига, то есть, вот какой-то бамбук звучит, и тембрально он, скажем, очень откликается, да, ну, вот, допустим, есть какой-то у меня бамбук, он не идеальный, да, по форме своей, в плане работы с ним. Но мне нравится его тембр, нравится его вот ощущение, как я держу эту флейту, да, будущую, так сказать. Вот, мне нравится эта воздушность, но возникают какие-то моменты, ну, например, здесь вот. Здесь вот уже наверху нужно какие-то моменты прокачивать, то есть, это вот флейта в работе, уже многое здесь, так скажем, побежит, побеждено, но еще предстоит, некие процессы предстоят. Ну, тут, в частности, вот сейчас просто добавлено вот этот кусочек, который стабилизирует определенный звук, ну, и впоследствии это, скорее всего, будет превращено либо в искусственную корневую систему, либо в настоящий корень будет вклеен, либо просто вот продолжено и, ну, обычным бамбуком. Тут всякие вариации могут быть, что, опять-таки, на некоторых флейтах это делается, на некоторых не делается. Тоже это всегда вот из области интуитивного. Ну, здесь вот в этой флейте то же самое. Вот, прекрасный вот у ней какой-то тембр, но, вот, допустим, у нее на данный момент, если играть аппликатурно так, как нужно, и, как бы, не звучит то сочетание, как нужно. Соответственно, нужно чуть-чуть менять аппликатуру. Вот, например, на этой флейте таких вопросов нет, да, все звучит. То есть, все, как бы, и, соответственно, нужно сделать такие действия максимально точные, чтобы оставить вот этот шикарнейший, да, тембр, медовую такую густоту, чтобы не изменять там канал, еще что-то, и при этом вывести, ну, насколько возможно, на классическую аппликатуру вот этих верхних звуков. Вот сложная задача. То есть, понятно, что можно оставить все так, как есть, но тогда флейта перейдет в разряд таких флейт с ограничением. Вот, и в связи с этим, вот, я уже несколько лет этого вынашиваю идею, и так ее потихоньку обозначаю, о том, что хорошо бы каждой флейте, вот, в будущем, может быть, я думаю, что так к этому все и придут, что флейты должны как-то выпускаться с какими-то паспортами. Вот, просто совершенно не зазорно, если флейта, как бы, ну, как-то вот мастер сделал, или кто-то сделал, и что-то в ней там, допустим, не так, какой-то один там или два звука, или что-то, пусть даже, может быть, она даже однооктавная, но самое главное, чтобы это было помечено, чтобы человек, который приобретает, или просто к которому это попадает флейта, подарил кто-то, и как там она нашлась там каким-то образом, чтобы был какой-то знак и отсылка на сайт или что-то информации, да, или на самой флейте каким-то образом, чтобы можно было понять, что эта флейта сделана таким образом изначально, что мастер понял или знал, или специально так сделал, что эта флейта именно однооктавная, то есть он не хотел идти дальше в ее переделке, чтобы, допустим, сохранить тембр, да, то есть, например, то есть если я не обладаю, не знаю, или сомневаюсь в тех действиях, вот последующей настройки, ради этих высоких звуков, которые, возможно, кому-то и не нужны, но хочу оставить этот тембр, то я это отмечаю, да, что это флейта с каким-то таким вот тембром прекрасным, но здесь звуки, там, допустим, хи и фу, которые, они здесь играются, скажем, с альтернативной чуть-чуть аппликатурой, да, это опять в паспорте, допустим, обозначено, и тогда человек понимает, что вот так, она не будет звучать, а, соответственно, нужно чуть-чуть просто прижать вот это отверстие, да, точнее, вот это вот, четвертое, да, и все, и тогда все становится на место, человек в курсе того, что это флейта, и все становится на своих местах, вот, ну, или просто, вот, скажем, вообще однооктавный инструмент написано, а однооктавный, то есть уже человек смотрит, ага, это однооктавный, то есть от него ждать других вещей уже по умолчанию не стоит, соответственно, и его оценка, ну, там, по десятибальной системе, это будет там какая-нибудь троечка, да, и если человек, который встречает такой инструмент, согласен, он, как бы, попробовал, поиграл там, так, что-то такое, и согласен, отлично, мне подходит, пускай это будет троечка, но я готов, вот, как бы, получить инструмент, вот, а если человек хочет там 9-10 баллов, то, пожалуйста, вот, есть более совершенный инструмент, но человек оповещен, вот, ну, это я рассказываю о неком будущем, до которого еще нам на самом деле-то расти и расти, потому что, несмотря на то, что уже дядюшка Бамбуцу 20 лет рассказывает об этой всей истории, несмотря ни на что, пока еще и, как сказать, и оповещения о Секухате в целом, и вообще этот мир, он еще вот, ну, такой малюсенький, 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 даже мы вообще там еще в каменном веке, можно сказать, находимся, вот, но я периодически вот это вот, рассказываю эту идею, может быть, чтобы потом, опять-таки, в будущем кто-то посмотрел и понял, что эта идея там не то, что она родилась там, вот-вот, а она, вот-вот она идея, да, то есть просто она сработает позже, для этого нужны еще какие-то, значит, компоненты. Что ж, друзья мои, вот, поделился с вами такими, значит, историями. Ну, и да, вот флейты там в работе, на разных стадиях, есть флейты, скажем, вот уже полностью готовые, вот у нас одна красавица осталась, шикарнейшая, он таки, так что если вы в данный момент ищите хочику для медитации и так далее, вот, есть и готовые, есть вот эта флейта тоже из такого специального комплекта. В общем, всегда у девчика Бамбуца что-то есть, что-то в работе, на что-то стоит забросить удочку, поинтересоваться, может быть, через какое-то время будет готово, то есть всегда это вот таким вот образом, тоже я многократно, так сказать, оповещаю людей, чтобы было понятно, что это не какой-то там пирожки или какие-то сырки творожные там идут, это кропотливая такая вот работа, постепенная, вот, и какой-то инструмент делается там год, какой-то месяц, какой-то, то есть по-разному совершенно, все зависит от много чего, на самом деле. Спасибо, друзья, за внимание, надеюсь, вам было интересно, и если что, интересуйтесь всегда, спрашивайте, может быть, какие-то вопросы вообще по общей теме, на них я тоже всегда стараюсь так или иначе отвечать. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok